Игорь Александрович, накануне 21 ноября Путин заявил о том, что по Украине был нанесен удар новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой РФ «Орешник». Также Путин сказал, что Россия считает себя в праве применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. Президент Сербии Вучич говорит о том, что таким заявлением Путин показывает всю серьезность своих намерений, что он сейчас не блефует. В то же время издание «Бильд» написало материал о том, что применение этой новейшей ракеты, да и выход Путина, его резкая риторика 21 ноября – это следствие отчаяния. Вы к какой больше версии склоняетесь? Вы знаете, никто не другой, я не вижу никакого отчаяния у Путина, и я не думаю, что это что-то грозное, что-то ужасное. Я думаю, что это обычная риторика Путина, никакое не отчаяние, и это его обычный шантаж, обычные угрозы. Он всегда так делает, и, собственно говоря, не только он. Вся российская политика – это один сплошной шантаж. Включите телевизоры, вы увидите в обязательном порядке. В любое время можете включить российский телевизор, и вы увидите, услышите угрозы ядерной войны, угрозы испепеления, так сказать, зарубежных стран, столиц, уничтожения, создания пролива имени Сталина на месте Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть, на самом деле, это рутина, поэтому никакого отчаяния здесь нет, и ничего, так сказать, экстраординарного. Вообще, на самом деле, разве что новое название «Орешник» появилось, но сказать, что это чем-то существенно отличается от других средств уничтожения, которые Путин использует, тоже нельзя. Поэтому я думаю, что это абсолютно рутинная история, ничего практически не меняющая в ходе этой войны. На какие действия может пойти Путин дальше? Сейчас вот многие, знаете, политологи, аналитики включились в то, что выстраивают какие-то логические цепочки. Что будет дальше? В принципе, можно ли какую-то логику сейчас искать, и как вы видите дальнейшее развитие событий? Я еще раз вынужден повторить то же самое. Я не вижу ничего экстраординарного, ничего выходящего за пределы той логики, если это можно называть логикой, которой руководствовался Путин до сих пор. Он будет по-прежнему стараться убить как можно больше украинцев. Он будет по-прежнему стараться захватить как можно больше украинской земли. То есть он будет заниматься ровно тем, чем он занимался все эти последние тысячу дней. Вот тысячу дней он делал одно и то же. Он пытался убить как можно больше украинских украинцев, граждан Украины. Он пытался захватить как можно больше украинской земли. Именно это он и будет продолжать делать дальше. То, что он делал до этого с помощью в том числе искандеров, кинжалов, еще чего-то. А сейчас к этому прибавился еще орешник. Ну хорошо, что еще может быть? Там есть еще в запасе баллистические межконтинентальные ракеты. Они тоже могут убивать. Но это опять-таки не меняет качественно рисунок войны. Поэтому я не вижу здесь какого-то перелома. Перелом мог бы быть, например, со стороны Украины, если бы у Украины было, например, тысяча томогавков. Или там несколько сотен F-16. Или достаточно большое количество тех же самых ракет Атакамс. Но ничего этого нет. Разрешение бить по территории России, оно не сопровождалось увеличением количества тех средств, с помощью которых можно бить. Поэтому никакого кардинального изменения рисунка войны не произошло. Война идет по прежнему лекалам. Возлагают ли сейчас какие-то надежды Кремль на новую администрацию Трампа? Ну, сложный вопрос. Вообще, конечно, Кремль делал все для того, чтобы победил Трамп. То есть, вся работа Кремля по воздействию на американские выборы, она была в пользу Трампа. Я не уверен, кстати говоря, что помощь Кремля здесь была решающей. И что-то серьезно изменило. Ну, просто потому, что Трамп и так победил достаточно уверенно. Я даже думаю, что, пожалуй, что Трамп победил бы и без участия Кремля. Но, безусловно, Кремль работал в пользу Трампа. Это очевидно. Что же касается того, что будет дальше, трудно сказать. Уже той надежды на Трампа, которая была в 2016 году, нет. Уже никто не пьет шампанское по поводу победы Трампа. Уже никто не ездит с высунутым американским флагом. То есть, на самом деле, уже вот такого праздника нет. Но, конечно, это какая-то надежда есть. По крайней мере, надежда на то, что... Главная надежда на то, что Трамп будет сократить помощь Украине. На это, безусловно, надежда в Кремле существует. 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Юава Галанта. Скажите, пожалуйста, в чем опасность такого прецедента? Ведь теперь получается, что на скамье подсудимых в Международном уголовном суде с этими ордерами Нетаньяху и Путин. Ну, вот это действительно событие, которое много чего меняет. Потому что Международный уголовный суд полностью перешел на сторону террористов. И издевательская совершенно выдача Параллельно они выдали ордер на арест убитого полгода террориста из группировки «Хамас». Ну, вроде как, соблюдая здесь паритет. Конечно, вот это вот событие, мне кажется, очень значимое и многое что меняющее. Потому что Международный уголовный суд действительно перешел на сторону террористов, тем самым заявив о том, что запрещает, по сути дела, израильтянам сопротивляться. Израильтане защищают себя от террористов, которые 7 октября 2023 года напали на Израиль, убили множество людей, изнасиловали и увели в рабство, увели в плен. И до сих пор в плену «Хамаса» находятся свыше 100 израильтян. И вот в момент, когда Израиль пытается обезопасить себя, потому что до сих пор практически каждый день из «Хамаса», от «Хамаса», от «Казбалой» происходит нападение, происходят ракетные удары. И вот в это время Международный уголовный суд твердо встает на сторону террористов, объявляя преступниками премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны. Это, безусловно, событие очень значимое. Это знаковое событие. Это означает, что Международный уголовный суд фактически становится орудием терроризма. Это серьезное событие, мне кажется, оно много меняет. И, конечно, безусловно, здесь праздник на улице. Не только «Хамас», не только «Хизбалы», но и Путина, конечно. Потому что тем самым полностью обесценивается тот ордер, который был выдан на его арест. Потому что это означает, что... Ну, понимаете, если одновременно выдается орден, ну, не одновременно, а в какой-то последовательности выдается ордер на арест Путина и Нетаньяху, то это означает, что Путин, в общем-то, не такой уж преступник. Ведь Международный уголовный суд выдает эти ордера на арест совершенно людям, которые не являются международным преступником. Так что это очень большой подарок всему международному террористическому сообществу. Ну, кстати, свое возмущение накануне выразили в Соединенных Штатах вот этими ордерами относительно Путина. То есть то, что, как вы говорите, ему делается таким образом какой-то подарок. То есть Путин сейчас становится, как бы это сказать, более рукопожатным? Ну, вы знаете, конечно, это было бы, так сказать, было бы привлечение. Все-таки все все понимают. И вот те 124 страны, куда Путин не может въезжать, потому что он имеет там риск быть арестован, это те страны, которые подписали соответствующий документ признания Международного уголовного суда. Но то, что Путин фактически становится в один ряд с Нетаньяху, это, конечно, это, безусловно, подарок. Ну, скорее так, это все-таки моральный подарок в большей степени, чем какой-то политический. Потому что, ну, все все понимают на самом деле. Понимают разницу между Путиным и Путиным, который является действительно международным преступником и фашистским агрессором, и Нетаньяху, который возглавляет страну, которая защищается от террора. Ну, все-таки, я думаю, что кроме Международного уголовного суда нормальные люди понимают разницу. Игорь Александрович, Ангела Меркель написала свои мемуары. Сейчас немецкие издания их цитируют. В частности, она там рассказала и о взаимоотношениях Трамп-Путин, что в своей первой каденции, вот по ее версии, Трамп был очарован Путиным. Также вот она пытается, ну, у некоторых аналитиков складывается впечатление, что она пытается в этих мемуарах оправдаться по поводу той политики и той позиции, которую занимала по отношению к России, вот что такая позиция привела к тому развитию событий, которые имеем сейчас. Как вы считаете, то, что эти мемуары выходят сейчас, является ли, ну, и насколько связаны или не связаны, может быть, с избирательной кампанией в Германии? Не знаю, я, вы знаете, я не склонен к конспирологии, надо знать внутреннюю механику событий, насколько, как там издательское дело обстоит, издательская логика, когда были готовы эти мемуары, не знаю. Но в любом случае, выход этих мемуаров, это, безусловно, политическое событие, потому что Ангела Меркель была крупнейшей фигурой в Германии, в Европе в целом, одним из мировых лидеров, сыгравших существенную роль в том числе и в той ситуации, которая сложилась сегодня в значительной степени. Поэтому, конечно, выход ее мемуаров имеет существенное значение. Насколько мемуары Меркель могут оказать воздействие на выборы в Федеративной Республике Германии, не знаю. Не уверен. То, что это значимое событие, не означает, что это событие может повлиять на выборы. Все-таки, я думаю, что у немцев позиции сложились, и вряд ли мемуары Меркель, при всей ее значимости, смогут оказать воздействие на выбор граждан Фердия. О взаимоотношениях России и Северной Кореи Путин в своем экстренном обращении 21 ноября признал, что был удар по командному пункту вооруженных сил РФ в Курской области, а там в этом командном пункте были как российские, так и северокорейские офицеры. Есть информация о том, что среди раненых трое как раз военнослужащих Северной Кореи, насколько этот инцидент отразится на решимости и в дальнейшем поставлять солдат северокорейских в Россию? От Ким Чен Энг. Я думаю, что никак не скажется, потому что цена человеческой жизни в Северной Корее примерно такая же, как в России, то есть равна нулю. Поэтому он, я думаю, что Ким Чен Энг, когда посылал свои там 10 или 11 тысяч солдат и офицеров в Россию, он в принципе готов был к их списанию. Относительно вот Песков на этой неделе сказал, что, мол, Россия в лице Путина готова обсудить с Трампом вопросы перемирия, но без территориальных уступок. Можно ли это считать таким маячком, что вот русские готовы сейчас говорить с Трампом? Ну нет, то, что готовы говорить с Трампом, это очевидно. И маловероятно, что если Трамп, например, захочет разговора или даже захочет встречи, маловероятно, что Путин откажется. Это точно. Другой вопрос. Это не означает, что Путин будет согласен на какие-либо переговоры, на какие-либо, так сказать, мирные соглашения с Украиной. Вот этого, скорее всего, вернее, этого точно не будет. Я думаю, что все усилия Трампа по установлению мира, они закончатся полным провалом. Я не могу себе представить, чтобы Трамп смог предложить нечто, что хоть как-то устраивало бы одновременно и Путина, и Украину. Просто слишком диаметрально противоположны позиции этих двух стран. Путин по-прежнему хочет уничтожить Украину, убить всех украинцев. Украина почему-то этого не хочет. Точки компромисса здесь найти невозможно. Уверен, что Трампу это тоже не удастся.